Вот так выглядит фойе Национального института восточных языков и культур. Мы ждем профессора. У нас планируется интервью с Георгием Шепелем. По-французски аудитория называется амфитеатр. И сейчас я вам покажу, где студенты слушают лекции. Занятия уже закончились. Небольшая аудитория. Когда я учился в университете в Москве, у нас помещения были в 3-4 раза больше. Кстати, есть Wi-Fi, обратил на это внимание. Друзья, всем привет, это Илья. Меня зовут Георгий Шепелев. Георгий, расскажите, пожалуйста, о себе. Я живу в Париже, под Парижем, в ближайшем Нижнем Пригороде. Я работаю в университете, преподаю русский язык и российскую цивилизацию, историю и литературу. Я занимаюсь социальной работой. Возглавляю Координационный совет российских соотечественников во Франции. Это нечто вроде федерации, 250 организаций, ассоциаций, коллективов русскоязычных, российско-французских. И я администратор группы «Россия-Франция. Скорая помощь», которые занимаются взаимопомощью, развитием взаимопомощью и солидарностью в русскоязычном общении. Я понял. Интересно, как ваш опыт преподавания здесь и в России, чем отличаются вы или у вас какие-то проблемы с этим присвохождением в социальную культуру, в социальный слой Франции? Как это вообще происходило? Вы знаете, здесь во Франции, может быть, мне повезло, а может быть, вся система высшего образования на этом построена. У преподавателя гораздо больше свободы в формировании программы, в построении своих занятий и так далее. Вот это то, что первым бросается в глаза. Есть какие-то основополагающие линии, приходящие от министерства образования, но, скажем, в применении никто никогда из каких-то руководителей университета не давал совета, как правильно преподавать, скажем, русский язык или русскую историю. Программы есть, но какого-то давления, скажем, на себя я никогда не ощущал. Каких-то бывает так, что здесь чаще приходится скорее идти к старшим коллегам и спрашивать какого-то совета, нежели кто-то из руководства придет тебе говорить, сделать акцент на этом. Лучше не упоминать вот это и так далее. Такого я вообще не припомню. Я понял. Друзья, мы перейдем сейчас к вопросу, все-таки связанному с иммиграцией. И у Георгия огромная группа, и Георгий курирует мигрантов, помогает. Скажите, пожалуйста, как вообще все это происходит, чем конкретно вы помогаете и какие у вас планы на будущее с вашей группой и с вашим комьюнити-сообществом? Группа, в ней более 10 тысяч человек. Называется она Россия-Франция. Скорая помощь. Эта группа в Фейсбуке ей уже, дай бог памяти, лет 7. Принцип там простой. В этой группе собираются люди, которым нужна помощь и которые готовы чем-то помочь. У нас где-то несколько десятков человек профессиональных, скажем так, помощников, волонтеров. Есть три адвоката, есть социальные работники, есть юристы, есть присяжные переводчики. И вот они находятся в этой группе, и туда же приходят люди, которые просят о помощи. Несколько сотен человек в этой группе постоянно помогают другим, скажем, с переводами. Помогают понять, как работает мэрия, как работает французская администрация. Очень много вопросов связаны с разводами. Такая одна из больных точек. Отчасти это связано с различиями в наших культурах. В начале, когда медовый месяц, кажется все прекрасно, мы живем на облачке, а потом появляются разные проблемы. Наверное, соцсети и интернет здесь тоже играют свою роль, потому что они тоже играют роль такого немножко искажающего зеркала. Мы все кажемся гораздо лучше, веселее, приятнее и умнее, когда нас видят через экран компьютера. Потом какое-то у некоторых возникает отрезвление, что ли, проблемы. И вот здесь, и это, наверное, если можно сразу дам такой практический совет. Когда вы уезжаете за границу, все будет казаться интересным, все кажется интересным, позитивным, привлекательным. Всегда продумывайте вариант какой-то более негативный. Выходите замуж, женитесь, подумайте. Это не самое приятное размышление, но подумайте, а что будет, если вы разведетесь? Готовы ли вы к автономной жизни? У нас, к сожалению, получается так, что часто люди не готовы. Отдельная такая категория соотечественников, которым мы стараемся помочь, это те, кто приезжает во Францию по медицинским показаниям лечиться здесь. На этом тоже мы знаем уже, как это делается. У нас есть знакомые врачи, есть группа русскоязычных врачей, с которыми мы сотрудничаем. И это тоже мы делаем. Много пожилых людей, которые к нам обращаются за помощью. Это мамы, папы, бабушки, дедушки, у которых дети или внуки переехали во Францию. А пожилым людям сложнее интегрироваться, сложнее выучить язык, сложнее понять, как все это происходит. Вот для этих людей через Координационный совет российских соотечественников, например, мы сделали курсы компьютера. И вот наши бабушки и дедушки активно изучают Фейсбук. До Инстаграма они еще не добрались, но уже хорошо, что Фейсбук у них освоен. Мэйлы, сайты и так далее, и так далее. И у них сразу происходит, сразу сдвигается с места их интеграция в местную жизнь, в общину. Они находят себе друзей, таких же русскоязычных, своего возраста или другого возраста в других городах. И процесс пошел. Одинокие мамы с детьми часто обращаются за помощью. Здесь тоже отдельная группа проблем. Как ребенок интегрируется в школу. Как правило, дети, когда приезжают во Францию, они очень быстро находят общий язык с французской школой, со своими сверстниками. Очень быстро изучают французский язык, быстро его осваивают. А вот родители могут быть не готовы, скажем, к французской образовательной системе. Что-то не так, что-то не так, как у нас. А тому ли учат детей. Здесь, конечно, большую роль может играть община. Потому что у нас есть целая сеть русскоязычных школ. Они работают в среду и в субботу, когда нет занятий во французской школе. И для интеграции и детей, и родителей, и для поддержания связи со своей культурой страны, откуда мы приехали, это очень полезная вещь. Я понял. А в чём вот ваш интерес? Почему вы решили помогать людям? Наверное, сами когда столкнулись с такой проблемой, я сейчас... Просто хотите помогать людям? Я, честно говоря, нет, у меня началось это гораздо раньше. Это у меня началось ещё в России. Не знаю, наверное, меня как-то воспитывали в таком духе, что надо помогать другим, что надо стараться построить какое-то общество, которое будет более справедливым, более дружелюбным, основанным на солидарности. Я уехал из России в 1995 году учиться во Францию, когда у нас всё шло как-то наперекосяк, когда вот эта тема солидарности была вряд ли такой популярной. А до этого я занимался социальной работой в Москве, помогал детям в детском доме, помогал пожилым людям в доме престарелых. Когда приехал сюда, мне эта тянка к этой социальной работе осталась, и я начал думать, как её можно реализовать. И вот с помощью моей деятельности по развитию сети соотечественников, организации соотечественников, организации развития контактов, диалога между русскоязычными жителями Франции и франкоязычными, скажем так, и другими диаспорами, вот в этой области я, наверное, немножко себя нахожу. Я понял, местные власти помогают вам? Местные власти, как правило, ассоциация в русскоязычном очень охотно помогают. Надо сказать, что, в основном, это культурные, социальные проекты. В нашей работе по помощи соотечественникам, я помню, что один раз мы искали пропавшую девушку, приехавшую в Париж, и у неё была серьёзная проблема, как оказалось, психологическая. И она просто потерялась, её не могли найти. И мы её искали по вокзалам, по улицам, мы знали, что она в Париже. И я помню реакцию французских полицейских. Мы выяснили, что у них есть целое подразделение, которое занимается, отслеживает людей без определённого места жительства. У них есть целое досье, как бы, они нам очень помогли. Они были очень тронуты нашим, тем, что мы убили кучу времени, бегали, искали ночью. Днём у нас было довольно много, кто этим занимался. И они как-то с уважением, по-моему, отнеслись к нашей инициативе, сказали, что вы-то молодцы. Мы редко видим такие инициативы других диаспор. Мэрии округов, мэрия Парижа, чем-то неоднократно нам помогала, шла на контакты, вела диалог, объясняла, как, что происходит и так далее. Я вижу, скорее, такое позитивное, доброжелательное отношение со стороны местных властей. Я понял, будущее может быть у этой некоммерческой организации, например, как политическая партия? Вы знаете, мне кажется, что русскоязычная община, она ещё мало структурирована. Здесь масса таких общинных сервисов, которые надо создавать. Всё, что связано с воспитанием детей, всё, что связано с образованием, с социальной работой, с культурными проектами. Мне кажется, мы ещё вот на этом этапе, где создаётся горизонтальная такая сеть. Она у нас даже не во всех городах ещё есть. То есть у нас, когда какой-то человек попадает в беду, в каком-нибудь маленьком городке, в провинции, не раз нам бывает трудно найти кого-то рядом, чтобы он зашёл, посмотрел, что там происходит. Ну, потихонечку эта сеть создаётся. Думаю, что мы на этом этапе создания горизонтальной сети, выявления активных людей, которые готовы заниматься волонтёрством, помогать другим развивать эту солидарность и взаимопомощь. Будет ли это политическая партия? Я не знаю. Есть в других странах Европы, есть такие попытки, есть даже уже русскоязычные депутаты. Я думаю, что русскоязычная община должна занимать позицию и социальную, и культурную, может быть, даже и политическую. Я думаю, что община должна заниматься своей интеграцией во французское общество, поддержанием связей со странами, откуда мы приехали. Это и Россия, и Украина, и Белоруссия, и многие другие. И заниматься какой-то прямой политикой, наверное, лучше начинать это делать. Любая структура, хорошо, когда она растёт от фундамента кверху. Какие-то политические инициативы, это где-то на самом верху. А вот если у нас внизу прочный фундамент, да, вот это, по-моему, главное. Мы занимаемся сейчас созданием прочного фундамента, такого человеческого, человеческих связей. А дальше увидим. Я понял. Ваша организация может строиться какие-нибудь волонтёрские программы, чтобы помогать из-за рубежа гражданам, допустим, Российской Федерации или СНГ, приезжать сюда и участвовать в каких-то социальных проектах? С удовольствием. Нам любой обмен волонтёрами между нашей... Русские субтитры создавал DimaTorzok